Вообще-то, когда ты занимаешься сексом с женщиной, надо быть в состоянии героя, надо быть прямо... Вообще там сказано, что ты занимаешься любовью со всей вселенной как будто, то есть нужно состояние Бога. Если ты ниже уровня Бога, тебя вообще к женщинам подпускать нельзя, понятно? А, ну вот он подовер Богу. Там же сказано, что кто возляжет с женщиной как с мужчиной, то бит будет камнями. Но там ничего не сказано про мужчину как с мужчиной, а он вывольно. Я не слышала произвести женщину. Я не помню так подробно на самом деле, у меня пробелы. Вообще там не сказано, кто мужчина, кто не мужчина, кто женщина. У Крифанжи вообще Христос, у него была Мария Магедедлина, это была его жена, у него были дети на самом деле. Он вовсе не был таким москетом, как его рисуют. Дружба не будет спать. Он вообще был славянским волофом Радомира между нами, говоря. Радомира? Да, поэтому... Я Радомира звала. Ну это другое Радомира. Короче, вот он был славянский волхвом, родом мира, он проповедовал в Евангелии, все чин-чинаремом. Потом евреи просто взяли его историю, переписали и написали свои сказки. Да про Иисуса Тверского мы слышали. Да и вообще он еще в Индии обучался и на Тибете, потом после своей миссии он туда и отчалил. А ты про Иисуса Тверского больше не гонишь? Так это Иисус Тверский, на русском Твере. Да и на стрекозинных крылышках он прилетает тебе на балконе, это я помню. Это был самый главный троллинг для Игоря. Я всем говорю, а почему Игорь вас выгнал? Я говорю, а приходил Петр и говорил, что Иисус Тверской прилетает к нему на стрекозинных крылышках, на балкон. И после этого он говорит, а, уходите, извините, Сатанал. Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу познать Христа.